27 лет назад в России был создан государственный пенсионный фонд. Так в стране появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсии и пособий. Средства на эти цели стали сформироваться за счет поступления обязательных страховых взносов работы дателей и граждан. Пенсионный фонд сегодня – это одна из крупнейших федеральных систем оказания государственных услуг в области социального обеспечения россиян. Декабрь для сотрудников – это еще и время подведения итогов уходящего года. Репортаж Дарьи Самородовой. 27-й год прошел для пенсионного фонда в городе Лабытанге достаточно активно и плодотворно. Разработан и запущен федеральный реестр инвалидов, содержащий самые исчерпывающие данные о людях с инвалидностью в России. Такой реестр позволит повысить качество, оказывая им помощи и более эффективно расходовать государственные средства социальной поддержки. Страховые взносы работающих граждан теперь переданы в налоговую инспекцию. Одно из важнейших направлений сегодняшней работы пенсионного фонда – реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня жизни пенсионеров. В городе их проживает 9 тысяч. В этом году на выплату пенсии было направлено 2 миллиарда 180 миллионов рублей. В новом году в этой сфере новшеств не будет. Единственное – изменится порядок индексации пенсии. С 2018 года у нас индексация пенсии будет теперь с 1 января. Ежемесячные денежные выплаты у нас будут индексироваться с 1 февраля, а социальные пенсии – с 1 апреля. Так у нас получается, что на 3,7% у нас пенсии проиндексировались с 1 января. И в январе граждане наши получат уже пенсию в повышенном размере с индексацией. Хочу отметить, что процент индексации выше планируемой инфляции в Российской Федерации. Фонд ориентирован и на молодежь, выплачивает различные виды социальных пособий, а также работает с семьей, получившими сертификат и материнский капитал. В этом году обратилась с заявлением в пенсионный фонд 139 человек, у которых в семье родился второй ребенок. В этом году мамы активно и распоряжались сертификатом. Самое востребованное направление, куда тратили денежные средства, стало образование детей. Погашение кредитов – это 53 заявления. Улучшение жилищных условий, в плане, когда уже заключаются договоры купли-продажи, это когда уже детки достигли трехлетнего возраста, таких у нас 56 человек. Вот их разбили, образование 80 человек. В основном это детские сады. И хочется отметить, что это при 139 выдали сертификатов, вот если да, по тенденции, то это достаточно востребованное направление реализации материнского семейного капитала, ну, по крайней мере, в нашем городе. К слову, в новом году снизится ограничение в части распоряжения сертификата на образование. Так, семьям приходилось ждать исполнение ребенку трех лет, теперь возраст уменьшился с двух месяцев от даты рождения. За 27 лет работы к основным задачам Пенсионного фонда России добавилось немало других. Расширилась география обслуживания населения. Кроме городов Лабытнанги и поселка Хар, теперь присоединился и Шурышкарский район. Над совершенствованием качества своих услуг сотрудники ПФР работают ежедневно. За любой граждане могут обратиться как лично, так и посредством интернет-портала госуслуг или скачать мобильное приложение для смартфона. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».